Слово Церкви Я чувствую, когда молюсь с сокрушенным сердцем связь неких энергетических полей. Так ли это? И еще вопрос. Как православие относится к космоэнергетике? Эдуард. Я позволю себе начать отвечать с последнего вопроса. То есть сразу отвечу на последний вопрос, потом перейду к первому. В 1994 году Архиерийский собор Русской Православной Церкви постановил о том, что он отлучает от себя всех людей, которые исповедуют учения Рерихов, Блаватской, то есть так называемое теософское знание, теософию, оккультизм, антропософию, последователей космоэнергетики и прочих современных заблуждений оккультного характера. Я сейчас дословно не вспомню точную формулировку, но космоэнергетика, как некое современное направление оккультного характера, тоже входит в один ряд с вышеперечисленными феноменами. Во время молитвы христианин должен переживать чувство покаяния, своего недостоинства, как тот самый римский сотник, который подошел к спасителю в городе Капернауми и попросил исцелить своего слугу. Он сказал, скажи только слово и исцелеет слуга мой, ибо я недостойен, чтобы ты вошел под кровь мой. Первое чувство, которым мы руководствуемся, когда входим в общение с Творцом, когда начинаем молитву, это осознание нашего недостоинства. Если же человек начинает переживать какие-то особые, так называемые, ощущения, присутствие каких-то полей, то, возможно, мы имеем дело с какой-то прелестью, с каким-то заблуждением в духовной жизни. И здесь необходимо проконсультироваться с духовником, потому что очень много подобных явлений в наше время, когда люди видят плачущие иконы, или икона кровоточит, или с иконой Богородица подмигнула, или что-то еще в подобном роде. Все это, конечно, есть некие разновидности, таких вот каких-то духовных заблуждений, прелести, которые посещают человека в силу его неправильного устроения в духовной жизни и, соответственно, самой молитвы. Молитва должна быть смиренным, исполненным, как уже было сказано, осознанием своего недостоинства, обращением к Богу, желанием испросить прощение своих грехов. И только лишь после этого мы можем о чем-то просить, слезно, спрашивать, стучаться, как говорится, дверь милосердия в Уже, чтобы Господь излил на нас свою милость. Но всякие какие-то необычные переживания, они не свойственны православному благочестию. Если Господь и сподоблял великих святых каких-то видений, то это происходило не потому, что они искали каких-то полей, каких-то особых ощущений, а потому что они в силу глубины своего смирения уже были готовы принять какие-то особые дары от Бога, дары исцеления, пророчества, прозорливости, как многих святых у Серафима Саровского, Сергия Радонежского. Поэтому мы сами должны помнить о том, что всякие необычные ощущения, там какой-то теплоты, жара, каких-то полей, которые приходят во время молитвы, нужно, конечно, все эти вещи отсекать. Если же не получается, то надо идти к духовнику и просить, чтобы он помолился. Возможно, поисповедовать о каких-то наших грехах, потому что в той или иной степени все это есть проявление некой тайной гордыни. Поэтому настоятельно рекомендую вам поговорить на эту тему со своим духовником. Здравствуйте. Недавно пришла устроиться на работу в храм. Поняла, что некоторые люди приходят не к Богу, а просто поговорить, избавиться от этого. Одиночеству. В душе поселилось разочарование, и я ушла. Теперь мучает совесть. Или совета. Нет ничего удивительного, Елизавета, в том, что вас мучает совесть. Ведь вместо того, чтобы с любовью включиться в работу этого храма, помогать людям, служить Богу, вы подались соблазну каких-то внешних факторов. То есть стали обращать внимание на какие-то людские слова, мысли, и в душе осудили этих людей, и по причине этого осуждения ушли из храма. Конечно же, совесть вас будет беспокоить, потому что вы поступили неправильно. Мы приходим в храм, особенно если с желанием послужить Богу, то никакие внешние факторы, даже люди, не могут отвратить нас, не могут помешать нам служить Богу и церкви. Служить людям, в конце концов, служить именно возможностью оказывать какую-то помощь, в конце концов, от уборки половы подсвечников и заканчивая, может быть, какими-то консультациями. Может быть, какой-то работой, в прачечной или в просворной, или где-то еще. Если человек пламенеет сердцем и желает служить Богу, никакой соблазн ему не может помешать. А если вам показалось, что кто-то приходит поговорить, то, возможно, так и есть, но это не повод для осуждения. И действительно, очень многие люди пребывают в одиночестве, которое ввергает их в уныние, отчаяние, тоску. И они приходят в храм и находят близких по духу людей, с кем можно поговорить, поделиться. А, возможно, одним из таких людей могли бы стать и вы, кто помогал бы человеку, действительно, ну, выслушивал бы, давал какие-то добрые советы. Ведь в наш век всяких технологий так не хватает простого человеческого общения, живого, какого-то сочувственного слова, сострадательного, какого-то доброго, ласкового взгляда. Все настолько механизировано, настолько вот протекает в быстром, каком-то очень резком, скоростном режиме, что мы часто не успеваем просто оборачиваться, оглядываться, просто выражать какое-то сочувственное отношение к нашим личным. Мы все куда-то спешим и спешим, не замечаем, что жизнь проходит, а в этой спешке мы не выполняем каких-то самых простых вещей. Поэтому лучше никогда не соблазняться такими простыми вещами, людскими судьбами, какими-то человеческими привычками, потому что все это естественно. Человек создан для общения. Если он ищет поддержки, утешения и просто какого-то собеседника, в этом нет ничего страшного. А если есть желание служить Богу, то уж подобные какие-то ситуации наверняка не должны от нас смущать. Отец Тигрис, здравствуйте. Была потрясена новостью о том, что в Омске, в десантных войсках, в учебном центре рухнула казарма. И все из-за безалаберности строителей. Погибли 24 солдатика. Кому 19, кому 20 лет. За что пострадали невинные мальчики в мирное время? Плачу, который день, скорблю вместе с родителями, которые потеряли детей. Они проводили их в армию, получили гробы. Что происходит? Может быть, такими жертвами Господь посылает знаки свыше, что мы неправильно живем? А Левтина. Левтина, я ничего не могу сказать по поводу безгрешности этих 19-20 летних мальчиков. Дай Бог, чтобы они были действительно безгрешными. Но люди каждый день рождаются, умирают. Рождаются и погибают в самых разных ситуациях. И вот так вот, к сожалению, под завалами рухнувшего дома, казармы, где-то при столкновении с автомобилем, с поездом, или при падении самолет, как это случается довольно часто в наше время. Как однажды сказал сам Господь в Евангелии, когда пришли, рассказали ему, что упала некая башня, и погубила 17 человек, он сказал, неужели вы думаете, что эти 17 человек были более грешными, чем мы с вами? Нет, конечно же. Но есть вещи, которые находятся вне возможности вот сферы нашего познания. Мы не знаем, почему Господь и как, вот устрояя жизнь таким образом, что люди вот так вот погибают. Возможно, он считает, что они выполнили какую-то миссию в своей жизни, и дальше, дальнейшее пребывание на земле принесет им только вред. Здесь можно долго гадать, предполагать, выстраивать какие-то гипотезы. И, возможно, все они будут неправильными. Но, как говорит Премудрый, самое главное – уметь принимать от Бога радости и скорби. Как говорил правильный Иов, я буду благодарить Бога не только за то доброе, что он дает, но и, может быть, за то злое, нехорошее, что тоже мне посылается в этой жизни. Потому что благодаря Богу за все мы вырабатываем в себе терпение. Мы научаемся приносить все трудности, приключающиеся в нашей жизни, с христианским смирением. И вот тогда христианская душа действительно становится очень закаленной, крепкой и духовно, можно сказать, жизнеспособной. Давайте оставим промыслу Божию, жизни, судьбы этих 19-20-летних ребят. Я без сомнения скорблю вместе с вами и горячо переживаю, потому что, представляя, ставя себе на место их родителей, понимаю, что у меня есть сыновья, которые тоже могут уйти в армию, и я могу получить грабы. Это может случиться с каждым, у кого в семье есть ребенок, и особенно есть сын. Но это не значит, что я должен роптать или искать какие-то особые знаки свыше. Если нужно будет Богу показать какой-то знак, Он его прямо покажет. В этой же ситуации единственное, что нужно достойно пережить, это эту трудность, эту скорбь. И главное, не роптать на Бога. Но довериться и понять, что, возможно, это случилось с какой-то особой пользой для нас. Какое, возможно, мы сейчас пока не поймем, возможно, это откроется нам гораздо позже. Дорогие братья и сестры, время нашей программы подошло к завершению. Мы ждем ваших вопросов. Вопросы священников можно задать через сайт телеканала Сейм. Сейминфо.ру Пусть Божие благословение пребывает со всеми вами. До свидания. Сейминфо.ру